Достучаться, чтобы обезопасить. Вопросы газового обслуживания обсудили на расширенном заседании в правительстве региона. В прошлом году, после взрыва бытового газа на Минской улице, начались массовые проверки оборудования. Теперь эта практика стала плановой. Актуальность этой работы достаточно высока, до сих пор высока, несмотря на то, что львиную долю силами «Газпром Межрегионгазраспределение» и с привлечением сотрудников МЧС провели в прошлом году. В этом году она должна продолжаться в плановом режиме. С начала года проведено техническое обслуживание более 48,5 тысяч квартир. По причине неисправности газовщикам пришлось отключить оборудование у 2771 абонента. Проверки проводили еженедельно, со вторника по субботу. В 13,5 тысяч квартир доступ получить не удалось. Это сейчас одна из главных проблем. В соответствии с решением региональной КЧС и ОПБ от 17 января был сформирован график повторных проверок квартир Ветхого жилого фонда, в который не был предоставлен доступ в конце 2016 года. Проверки осуществляются с привлечением совместно с сотрудниками МЧС и МВД. Из повторного списка уже удалось обойти больше половины абонентов. В 60% случаев повторный визит также остается неудачным для газовщиков. Ваши действия по отключению целыми стояками выполнять необходимо, но с полным соблюдением законодательства, для того, чтобы не страдали законопослушные граждане и их интересы не ущемлялись. В первую очередь на контроле дома старые, которые как раз находятся в зоне риска. У некоторых из них нет даже управляющей компании. В результате проверок газового оборудования у нас были выявлены дома, в отношении которых отсутствуют заключенные договоры на обслуживание ВДГО. И этот вопрос был поставлен губернатором в том числе на контроль глав муниципальных образований. Принять меры по назначению таким домам управляющих компаний специалистам необходимо до 1 июня. Отписки не принимаются. По всем, где не будет исполнено и не приняты меры по проведению процедуры назначения управляющих компаний, выбор управляющих компаний, информация по вам и по этим домам будет служба жилинспекции направлена в органы прокуратуры. Отдельный вопрос касается социальной поддержки жителей региона, у которых произведено отключение газового оборудования. Получить помощь в размере не более 10 тысяч рублей на покупку новых плит и газовых колонок могут малоимущие, многодетные семьи и пенсионеры. Пока обращений всего 8. Из этих 8 поступивших дел к выплате принято нами только одно дело, два находятся на рассмотрении, а по пяти мы вынуждены были отказать, потому что представленные комиссиями при тех органах в муниципалитетах оказались пакеты документов неполными. Максим Громов посоветовал решать эту проблему в индивидуальном порядке и помочь обратившимся собрать необходимые документы, чтобы не отказывать нуждающимся по таким формальным причинам.